Наступление на Берлин началось 16 апреля 1945 года. Красной армии противостояла миллионная группировка вермахта с 8 тысячами орудия и минометов, 1200 танков и штурмовыми орудиями, тремя с половиной тысячами самолетов. К концу апреля советские войска, преодолев череду оборонительных линий, вышли к окрестностям немецкой столицы. Гитлеровцы поделили город на секторы и укрепрайоны, построив сотни бетонных бункеров, многочисленные дзоты и доты, соорудив баррикады и окопав наиболее важные объекты противотанковыми рвами. Берлин защищал двухсотысячный гарнизон. Солдаты вермахта, отрядов СС и фолькштурма бились до последнего, цепляясь за каждую улицу, квартал, дом, квартиру, комнату, подвал. Штурмовые группы атаковали и днем, и ночью. Советские бойцы имели богатый опыт городских сражений, использовали проверенную тактику, избегали наступления по улицам простреливаемых пулеметами, осторожно продвигались из дома в дом, захватывая в первую очередь нижние этажи и подвалы. Передовые отряды просачивались в тыл противника, блокируя мосты, опорные пункты и подавляя очаги сопротивления. На острие атаки в центре Берлина оказалась третья ударная армия генерала Василия Кузнецова, вышедшая 29 апреля к комплексу правительственных зданий и затем к самому Рейхстагу. Все бойцы и командиры горели желанием как можно быстрее взять город, добив фашистов в их логое. О водружении знамени над Берлином, Сталин говорил еще 6 ноября 1944 года в Москве, на торжественном заседании по случаю годовщины Октябрьской революции. Однако где именно планируется это сделать, он тогда не уточнил. Предполагалось установить символ победы на крыше Рейхсканциллярии, однако более высокое и массивное здание Рейхстага подошло лучше. Рейхстаг успели сильно укрепить. Здание и прилегающую территорию защищали несколько тысяч солдат и офицеров, в основном эсэсовцы, дивизия Нордланд, сформированная из датчан и норвежцев, французская Шерлемань, оборону также заняли латыши, эстонцы и даже испанцы, все, кто отметился в убийстве мирных граждан и военнопленных и не хотел сдаваться даже в последние часы существования Рейха. С ходу взять Рейхстаг не удалось. Все строения на подступах немцы превратили в укрепления, по периметру вырыли и залили водой глубокий противотанковый ров. В каждом доме оборудовали огневые точки, в окнах засели снайперы и пулеметчики. Кроме того, в центр города на парашютах сбросили батальон морской пехоты. Когда под натиском танков и штурмовых групп оборона затрещала по швам, на контакт с советским командованием вышел начальник генерального штаба сухопутных сил Германии генерал Ганс Крепс. Он передал письменное сообщение на имя верховного главнокомандующего, подписанное Геббельсом и Борманом, о том, что 30 апреля в 15 часов 50 минут Гитлер покончил с собой. Крепс запросил переговоры о перемирии. Сталину доложили об этом глубокой ночью. На известие о смерти Гитлера он отреагировал фразой «доигрался подлец», «жаль, что не удалось взять его живым». Ответ был однозначным «никаких переговоров, только капитуляция». Германское правительство во главе с Геббельсом и Борманом капитулировать отказалось. Возобновились боевые действия. К решающему штурму Рейхстага приступили утром 30 апреля, подключив артиллерию и танки. Первыми в здание ворвались бойцы старшего сержанта Ильи Сьянова из 756-го стрелкового полка. Чтобы сдержать атакующих, немцы подожгли здание. На красноармейцах горела одежда, они задыхались в густом дыму. Гитлеровцы забрасывали роту гранатами, вели шквальные огонь из стрелкового оружия. Тем не менее подразделение продержалось почти сутки до подхода подкрепления. ССовцы бились за каждый этаж, перестрелки на лестницах и в помещениях нередко переходили в рукопашные схватки. Зачистить огромное здание парламента с глубокими разветвленными подвалами, обилием переходов и балконов было очень сложно. Военный совет 3-й ударной армии еще до штурма распорядился изготовить 9 флагов по числу дивизий. Знамя под номером 5 вручили 150-й стрелковой дивизии. Солдаты на всякий случай несли и другие красные флаги или небольшие флажки, надеясь лично их установить. 30 апреля, примерно в 20 часов 30 минут, штурмовая группа артиллерийского полка под командованием капитана Владимира Макова ворвалась на крышу Рейхстага и выдрузила полотнище на разрушенную скульптурную композицию. А в 3 часа ночи 1 мая сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария установили там флаг под номером 5, который и стал в итоге легендарным знаменем победы. В ночь с 1 на 2 мая они перенесли это полотнище на полуразрушенный купол. В тот же день командующий немецкой группировкой в Берлине генерал Гельмут Вейдлинг пересек линию фронта и сдался советским войскам, подписав указ о капитуляции столичного гарнизона. Оружие сложили порядка 70 тысяч солдат вермахта. Всего же в берлинской операции немцы потеряли убитыми до 380 тысяч солдат и офицеров, 400 тысяч попали в плен. На следующий день началось настоящее паломничество наших солдат к Рейхстагу, каждый хотел расписаться на здании мелом, краской или оставить автограф штыком. Солдаты были настолько измуждены многодневными боями, что многие завалились спать. Об отношении победителей к поверженному врагу стоит сказать отдельно. Еще 20 апреля ставка ВКК издала директиву, строго запрещающую самоуправство при обращении с пленными немецкими солдатами и гражданским населением Германии. Кроме того, предписывалось оказывать медицинскую помощь, для чего даже построили три госпиталя, на 5000 человек каждый. Красная армия фактически спасла Берлин от голодной смерти. Сразу после взятия Рейхстага на улицах развернули дополнительные полевые кухни для горожан и военнопленных. Сокласно документам, опубликованным Минобороны России, каждый берлинец получал в неделю до трех килограммов хлеба, 500 граммов мяса, полтора килограмма сахара, натуральный кофе, овощи и молочные продукты. Под охрану взяли культурные ценности, архив, домик в парке и дом музея Гёта, келью Мартина Лютера в Августинском монастыре. Советское руководство распорядилось разыскать картины из Дрезденской галереи, коллекции музея естествознания. Военные обнаружили и спасли картины Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и других великих мастеров.